Почти 4 месяца прошло с момента скандала с фиктивными тендерами на поставку продуктов, в результате которых воспитанников столичных детсадов ежедневно травили просроченными продуктами, а виновных в этом так и не нашли. Родители малышей с грустью констатируют, эта проблема сродни горячей картошке, которую ответственные чиновники перекидывают друг к другу. В надежде добиться справедливости, родители направили несколько обращений в Национальный антикоррупционный центр, Центр общественного здоровья и Управление образования. Но все напрасно. Ответы были как под копирку. Несмотря на это, родители ради своих детей готовы идти до конца. Многие представители родительских комитетов приняли приглашение председателя специальной комиссии депутата Раду Мудряк обсудить ситуацию с парламентариями. И если уполномоченные учреждения ограничились общими заявлениями, то родители не были скупы на подробности. В столице самой острой проблемой остается скудное меню и низкое качество продуктов питания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Больше всего меня интересует качество хлеба. На разрезе мякиш имеет очень сероватый оттенок, хотя на этикетке заявлено, что он выпечен из муки высшего сорта. Не менее озабочены качеством питания своих малышей и родители из архея. Они обращают внимание на несовместимость некоторых продуктов и их количеством, что также негативно влияет на здоровье детей. Мы видим в институте, что ребенок, даже мой ребенок, который приходит в флэмэнд. В то же время мы имеем бутинка. В каждую серию, только на вторую и на вторую день, на вторую день, в меню, нет бутинка. В то же время, когда мы были, у нас 131 детей, у одного ребенка у нас есть. Все у нас были флэмэзи. Как? Дин 60 граммов картофель, 10 граммов лапти, 5 граммов лапти, 5 граммов лапти, и у ребенка у нас есть 120-150 граммов пюре. 50 граммов, да. И еще логик, что ребенок у нас получает 1 лингур. Но если у нас есть и супа, который не у нас есть, и у нас есть лингура, и у нас есть лингура, то мы не знаем, что мы делаем дальше. А у нас был лапти и на пранзе мазаре. И я у нас получил панкреатит реактивный от градины. Выслушав жалобы родителей, председатель специальной комиссии, Раду Мудряк анонсировал повторный созыв представителей Минздрава и заверил, что проблема составления меню станет главной в повестке дня. Также Мудряк призвал родителей не опускать руки, в особенности учитывая тот факт, что с созданием комиссии наметились позитивные изменения. Раду Мудряк объявил, что инспекция детских садов в населенных пунктах страны будет продолжена.